На самом деле да, это Конгресс, Всемирный Конгресс Российских Соотечественников, проживающих за рубежом. Но надо сказать, что такие Конгрессы проходят регулярно, и в общем необходимость в них безусловно есть. Часть из них становится прорывными, то есть на них принимаются те решения, которые обеспечивают очень серьезное движение вперед. Например, несколько лет назад на предыдущем Конгрессе, если память не изменяет, было принято решение организовать фонд поддержки соотечественников, проживающих правовой поддержки соотечественников. Вот сейчас эта идея реализована. Вот в данный момент на секции, например, обсуждалась проблема создания, в общем, я бы сказал, завершения создания концепции русской школы за рубежом, о которой так много говорят. То есть пока ее еще нет. То есть предполагается, что в полном объеме она будет завершена к концу этого года, что касается документов. Ну и потом, естественно, должно быть финансовое наполнение этой программы. То есть я думаю, что вот это может стать как раз тем самым прорывом данного Конгресса, но и что касается, по крайней мере, образовательных вопросов. Безусловно, после выступления на пленарных заседаниях, ключевые моменты, они, может быть, даже и более остро отрабатываются на секциях. На самом деле, я думаю, что вот именно работа на секциях и резолюции секций дадут как раз ту самую информацию и то самое содержание, которое определит развитие движения соотечественников в ближайшие годы. Вот как я уже сказал, например, это вот программа, о которой было сказано на пленарном заседании, на концепции русской школы за рубежом. Также было много сказано и много вопросов было задано тем, кто на них смог ответить относительно квот, образовательных квот для бесплатного обучения соотечественников в России. То есть программа будет совершенствоваться, видимо, будет вводиться электронный документ оборот, горячая электронная линия, для того, чтобы абитуриенты могли задать напрямую вопросы в Министерство образования тем людям, которые отвечают за эту программу. Также было сказано, что количество этих бюджетных мест будет увеличиваться и будет увеличиваться диапазон вузов, которые будут участвовать в этой программе. Более того, могу сказать, что в следующем году наш институт, то есть институт, которым я руковожу, Таллинский институт Пушкина, будет проводить выставку российского образования. Это первая такая выставка в Эстонии, посвященная именно российскому образованию. Мы ее будем делать совместно с фондом «Русский мир» и соответствующими российскими организациями. Так что мы можем всех уже и пригласить. Конечно, ближе к делу мы скажем об этом дополнительно. Но, тем не менее, я думаю, что будут результаты, будут какие-то конкретные практически решения, о которых мы узнаем из прессы. Скажите, как представлена эстонская делегация на Конгрессе? Эстонская делегация состоит из общего количества 15 человек. Часть из них была по решению конференции российских соотечественников ежегодной одобрена Координационным советом в консультациях с посольством России, с региональными организациями соотечественников. Часть из них была предложена посольством России. Ну, собственно, наверное, это все. Поэтому, можно сказать, что все заинтересованные стороны приняли в этом большее или меньшее участие. Безусловно, не бывает идеальных делегаций. Хотелось, чтобы было делегатов больше. Не все вошли, кто хотел бы, мог бы. Ну, в общем, 15 человек, учитывая, что у других делегаций гораздо меньше, это вполне приличные цифры. И, в общем, нам грех жаловаться. Тем более, что туда вошли самые разные люди, и школьные учителя, что очень приятно, и правозащитники, и, если хотите, соотечественные функционеры. То есть были, в общем, представлены самые-самые, да и бизнесмены. В общем, самые разные социальные категории. Так что я считаю, что это, ну, безусловно, безусловно, не всех это удовлетворит, но это нормально. Никогда не бывает стопроцентного согласия, всегда бывают разные мнения. Но, тем не менее, такая делегация была сформирована, и, мне кажется, она очень хорошо работает на Конгрессе. Известно, что на Конгрессе будут избраны, ну, наверное, лучшие соотечественники, и представители из Эстонии тоже представлены. По какому признаку они выбирались, и кто эти люди? Наверное, вы имеете в виду награждение. Награждение, да. Награждение соотечественников. Насколько я знаю, вернее, даже не знаю, я предполагаю, потому что этот человек был включен в состав делегации, господин Мамонов, если я не ошибаюсь, Николай Мамонов. Я так понимаю, что он бизнесмен, потому что я лично с ним не был до этого момента знаком, я так понимаю, что он бизнесмен, и занимается поддержкой каких-то акций соотечественников, за что, видимо, будет награжден. Не знаю пока чем, потому что, если обычно бывает так, что если человек включили в состав делегации по рекомендации посольства, то, видимо, он будет награжден. А рекомендует посольство именно? Ну, посольство просто знает, да, знает, знает, кто конкретно будет награжден. Поэтому я полагаю, что это было сделано не просто так. Ну, а это решает Совет или кто? Как выбирается этот человек? Ну, обычно такие люди выбираются каким-то общим решением Координационного Совета и представляют их организации соотечественников, самые разные, то есть, как правило, эта информация обнародуется и предлагается представить кандидатуру. Я сейчас не могу сказать, кто представил МАМОНу, потому что это было достаточно давно. Я допускаю, что это могло быть и два года назад. Но часто бывает так, что мы вообще узнаем о том, что человек будет награжден только на Конгрессе. Все, спасибо большое. У меня большой вопрос.